Всем привет, друзья! У многих автомобилистов для хранения и перевозки топлива имеется вот такая вот канистра. Но не каждый знает, зачем ей нужны три ручки и почему эта разработка была засекречена. Чтобы лучше это понимать, нужно заглянуть в прошлое. Как известно, двигатель прогресса – это война. Именно военные придумали микроволновку, лазер, компьютер, навигацию и многое другое. Эта канистра также не является исключением. За несколько лет до начала Второй мировой войны гитлеровская Германия озаботилась улучшением материальной части, используемой при перевозках топлива. Существовавшие в то время элементы топливной логистики были несовершенны. В ноябре 1936 года по инициативе командования Вермахта начался конкурс на разработку новой емкости для хранения и транспортировки различных жидкостей. В первую очередь – топливо. Военные требовали создать металлическую канистру емкостью 20 литров, которая обеспечивала максимальную простоту конструкции и дешевизну производства. За несколько месяцев до начала конкурса на вооружение Германии была принята новая металлическая канистра, которая имела трехугольную форму и была достаточно проста в изготовлении. Тем не менее, в ее конструкции присутствовало большое количество сварных швов, что сказывалось на надежности, а треугольная форма мешала хранению большого количества канистр и приводила к потере места. В конкурсе победили инженеры компании Müller, которых возглавлял Винсенс Грюнфогель. Предложенный им вариант канистры соответствовал всем требованиям. Канистра конструкции Грюнфогеля при емкости 20 литров весила всего 4 кг. Все детали канистры, за исключением резинового уплотнителя, можно было изготовить из листового металла штамповкой, а для их соединения использовалась сварка. Минимальное количество швов сокращало вероятность течи. Форма канистры позволяла укладывать их с максимально эффективным использованием пространства, а скругленные углы снижали вероятность повреждения самой канистры и окружающих предметов. Три ручки обеспечивали удобство переноски. Один человек мог нести канистру за центральную ручку, двое за боковые. Кроме того, в одной руке можно было переносить сразу две пустые канистры. Таким образом, один человек мог перенести четыре пустых канистры за раз. В верхней задней части корпуса канистры обязательно оставался воздух, что позволяло компенсировать изменение объема жидкости под воздействием температуры. Уже в 1937 году новое изделие было запущено в серию и вскоре стало известно под названием вермахт-канистр, канистра вермахта. На боковых поверхностях канистры выбивались разные надписи, в первую очередь объем и клеймо предприятия. А во избежание путаницы, например, чтобы не залить бензин в емкость для воды, канистры окрашивались в разные цвета. За несколько месяцев до начала Второй мировой войны американский инженер Пол Плейс, находясь в Германии, завладел образцом этой канистры и доставил ее в США. Но американские военачальники не сразу увидели в ней идеал и лишь в 1940 году ее начали массово производить в США и Англии. В начале 1943 года британские войска имели порядка двух миллионов таких канистр. В Советском Союзе канистры немецкого образца появились спустя некоторое время после начала поставок техники и сырья зарубежного производства. До конца войны в Красной Армии и народном хозяйстве СССР использовались только импортные 20-литровые канистры. Но со временем советские предприятия тоже скопировали удачную немецкую разработку. К концу войны в Европе насчитывалось около 20 миллионов таких канистр. Производство 20-литровых канистр продолжается до сих пор. По мере развития материалов и технологий их конструкция постепенно меняется. Тем не менее, старая немецкая разработка с ее усовершенствованными версиями до сих пор остается одним из основных представителей своего класса. Так, одно из изобретений варварского и невероятно жестокого гитлеровского режима все же смогло принести пользу человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok